приветствую всех на моем youtube канале канал называется аградвиж я в своих видео отвечаю на опросы которые собираю с разных групп ссылки на эти группы будут внизу в описании это группа вайбер аградвиж телеграмм каналы и группы аградвиж и сейчас у нас данный момент телеграмм группа бахчеводы прошлое прошлое видео закончил на этом сообщении где прошел град где посмотрели на те растения и появились новые сообщения такие видео интересные после града аградвиж и и и и и или после какого-то стресса тут скорее всего был сильный дождь и здесь написано писали что то есть после сильнейших сильнейших осадков сделали культивацию дали воздух почве и в общем биомассе которого почве и корневой системе и растение вследствие дало потом хороший урожай один из примеров тут показывают люди что два года назад на сапреля был град но ты тут уже сильнейший рад и некоторые растения были повреждены было перед перебит стволик это конечно так думаю что не все растения такие на участке например такое мало было и растение жить но большинство пострадало и вот такой был град такой рад конечно не очень приемлемо но потом написали что растение дало 50 тонн урожая 20 июня собирали это вследствие того что россия получила стресс и без чем когда мы стрессируем растение потом она вследствие быстрее вступает по отношения следующее подскажите пожалуйста почему желтеть семидори много влаги ничем не обрабатывали нельзя чтобы ничем не обрабатывать растения смотрим фотографии растение поднимает вверх лист закручится в лодочку растение теряет цвет горит края листа семя долл семя дольки это означает что растение испытывает стресс здесь вот показывает растение что это все избыток влаги это стопроцентный избыток влаги то есть растение не может дышать избыточно влажно и теряет цвет растения да да вот у нас лодочка это избыток влаги чтобы я посоветовал я бы посоветовал бы пролиться бы перекисью перекись дает корню подышать перекись водорода смотря какие какая процентность там 30 пускай там 5 35 37 33 процента если то на тонну воды там полтора литра такой перекиси вылить на 100 литров 150 рам на 10 литров 15 миллилитров получается перекись водорода и потом не переливать подать подсохнуть растениям и дальше работать корни стимуляторами ради фарм и кормить кормить растения хотя бы давать 3 двадцатки один раз другой раз там давать нитрот кальция и нитрот калия мешать в равных там пропорциях электропроводность держать около двоечки так здесь есть никаких вопросов и по картинке тоже никаких вопросов здесь все равномерно хорошо работают так добрый день подскажите кто подскажет почему у некоторых кустов листовая высыхает высыхает лист высыхает изнутри то есть высыхает не все то есть выборочно если бы это было бы не выборочно то есть это таким пятном это здесь стопроцентный бактериоз то есть иногда можно это перепутать с плохой закалка этом растении да но закалка не действует выборочно то есть не пятнами там в центре куста там где-то в каком-то здесь бактериоз растение высыхает изнутри но это бактериоз здесь нужно работать антибиотиками казумин фиталарин по листу в поливе я бы дал бы чем вопрос кто подскажет чем учить фузариоз на арбузе для начала нужно разобраться точно ли фузариоз у вас на арбузе если вы разобрать что он фузариоз то триазолы и группа забыл как называется там где фундазол тапсин дерозал это группа есть только препарату сомитара и ютака 3 литра на гектар паралить в конце полива и полива развит на три части то одну треть последнюю носить выносить около 15 10-15 минут и при ph шестерки фузариоз у вас не будет на две недели точно здесь отвечают не лечится только сдерживать фундазолом фундазол хорош но когда горе надо тапсин если профилактику получает дерозал фундазол носить только после тапсина это какой болезнь оксана оксана какой болезнь здесь конечно снято вроде как то есть проблема все в тени то есть не раскрыто но если лист скручивается либо вы не поливаете либо но фузариоз ну пузариоз возможно я думаю что наверное резектаниоз здесь резектаниоз либо фузариоз чем профилактика тапсинчика надо давать возможно фузариоз возможно бактериоз после фузариоза идет развитие бактериоза да топсин казумин топсин фитоловин в полив по листу работать надо сейчас все условия для развития фузариоза и бактериоза кто-то вложит клубнику вообще это называется по правильному это земляника земляника садовая мы называем ее клубника потому что она выглядит более симпатично и клубника название сниму сама лучше то есть ноут более не искал на более сексуальное название назвать да вот на картинках 18 плюс клубничка и звучит лучше чем земляничка хорошая результация 1 1 в 1 вот на сколько литра воды сколько граммов добавит так фитодоктор спрашивать как сока давать я думаю на упаковке должна быть написано доза если производитель не пишет сколько его выносить какая доза свои примеры свои исследования то лучше отказаться такого препарата если есть здесь как будто так такую схему я спасал по рецитополицы казумин центрибе вот який достает рыб фузариоза у капиллярах рослины и блокою его лаказумин убивая и корыстные грибы тому нам потребно пиццы литы корыстные грибы фитодоктор або инши подобные препараты живыми культурными апельниша даем медиан так хорошие комментарии мысль правильно есть момент один казумин это антибиотик который грибы очень мало как трогать фузариоз убитку может убить ты хорошо триозолы тапсин фундазол дерозал и триозол убивает фузариоз да а вот казумин он бывает бактериоз который поселяется после фузариума то есть здесь казумин никак не ли не трогает полноценный фузариоз то что нужно подселить потом бактерии это верно это верно медиан давать после после можно давать но медь сама идея меди это что не дает бактерии заселиться вот по позже давать это нет смысла это ранее чтобы когда делаем укол вытирать место где будет укола в ваткой смоченный спирт не до укола а уже после укола после укола но в роли не играет то есть уже если что-то было на поверхности кожи то это уже попало в середину препараты верные последовательность очень важно в получении хорошего результата было накопилось очень много сообщений здесь было было больше переписки здесь короче обсуждали кто больше сбивает цену на клубнику на землянику и тут прям был батл я думаю кому интересно можно пройти по ссылке трубу и почитать так рассада арбуза находится в кассете выращивается в очень агрессивных условиях она растет волнами это скорее всего из-за того что стоит на пленке пленка мне кажется не перфорирована и скорее всего на ему ошибаться то есть там хозяин знает если того что она не перфорирована то есть нету дренажа вообще на пленку стоит кассет это максимально сложно выращивать или получить хороший результат на мой взгляд рассада должна выращиваться максимально классных условиях то есть она должна стоять на поддонах либо на какой-то сетке чтобы внизу был дренаж чтобы корень кто не выходил Волнами растет, влага собирается там, где больше влаги Там волна выше, там где влаги меньше Либо там влаги очень избыточны, что корень не может дышать Там растения слабые, либо выпадают Вследствие, нужно пролиться перекисью водорода, как я говорил ранее Нужно дать стимулятор корневой Нужно дать топсинчик по лицу То есть нужно корень подлечить от фузариоза, дать воздуха и простимулировать растения И в таких условиях лучше не выращивать Получить плюс такой рассады, в принципе, невозможно И не переливать И лить, лить там, где, к примеру, влажность Лить меньше, там, где сухо, лить больше Равномерно это все делать Опять идет переписка между двумя-тремя пользователями Кто больше, что взбивает цен на рынке И у кого лучше продукция Достойная клубничка Классное фото Вот все это переписка Все переписка Нету фото Сбрасывайте свои фото, видео побольше В группу Описывайте проблему, которую видите И будем все вместе про нее думать Есть опыт, который мы можем поделиться Рассмотреть И быть полезным друг другу Так, здесь вопрос Еще один вопрос Как знать, когда поливать арбуз Через день Знак вопроса Вот, например, вот этот арбуз И как его лить Такого ответа Как лить арбуз И его нет То есть Если лить через день Или через два Или каждый день Желательно Лить так, как требует растения Если нужно разогнать Вегетативную массу Мы льем чаще Нужно разогнать Более генеративную часть То лить реже К примеру Сейчас бы я лил бы Много, но редко Это заставит растения Сильнее разогнать Корневую систему И заставит Думать в развитии В генеративную сторону Но при этом Редко Обильно, но редко Но с добавлением С добавлением Хорошего количества питания Потому что Все равно Мы должны додать Только объем питания Но за счет того Что редко Мы восполним То количество питания Которое могли бы давать Каждый день И вследствие этого Когда мы будем лить Редко Корень будет гнаться За влагой Который будет уходить Глубже Разгонится Хорошая корневая система А большая Хорошая Мощная корневая система Меньше повреждается Заболеваниями И вследствие Позволит Получить большой урожай Через день Лить Сейчас бы я не советовал Когда будет цвести Когда появятся первые плодики Тогда бы Наверное Как только завязалось Растение Загрузилось Вот тогда Уже нужно лить Как можно чаще Здесь нужно чувствовать ситуацию И Понимать Что мы хотим получить Так ДД Нету Нету Здесь просто видео Растение томата В очень плохом освещении Ничего не понятно Что происходит Видно что-то здесь Вот на листьях О Так Назад Вот на листьях Что такое маслянистое Это бактериоз Так цепляется Так цепляется И в Альтернарии И фитофтора Вот Вторая листа Черная бактериальная пятнистость Ну может быть Нужно понять В каких условиях Растет растение Горит Все О да Черная бактериальная пятнистость Это Сто процентов Антибиотики Вам помощь Залиться Казумин 50 на 10 Через 4 дня Еще раз И в полив Тоже дать Казумин 30 на 10 Либо там Что-то похоже На этот антибиотик Плюс работать медью Цветок Вам сейчас не нужен Сработать медью Закрыть Чтобы не распространялось На другие растения Это такое Одно растение Вырвать подальше А остальные Просто пройти Как профилактику И почему растение Ночью мокрое Оно может быть сухое То есть Если ночью такое мокрое То это Вы провоцируете Максимально это развитие Кто знает Что это Что это у нас такое Первеноспороз Ага Вот двигается Четко Вот видно Сейчас покажу Даже Вот здесь Да Вот двигается По Так Назад Вот Оно двигается По сосудам Раз Вот он Двигается Вниз По сосудам Это проблема По сосудам У нас двигается Сосудистый Бактериоз Чаще всего Чаще всего Проблемы Одинаковые Они встречаются Сейчас время Для Появления Бактериоза Как Как с ним Справляться Я уже раньше Говорил Просмотрите Видео Здесь Обветрилось Растение Сегодня Раскрыли Что еще Произошло Оно Обветрилось В принципе Ничего страшного Сработать Контактниками Каким-то Медью Либо Оридомилом И будет Все Классно Так На этом Все Забрасывайте В группы В которой Ссылка Если вам Побачиваем Сюда Свои Фото Видео Вопросы Максимальных Описывайте И будем Отвечать На эти Вопросы Кому было Интересно С вас Можно Можете Поставить Лайк